друзья мои всех приветствую сегодня на канале такой нечастый нож это один из ловцов снов они в четырех размерах есть это самый маленький ловец снов ловец снов мини потом идет ловец снов стандарт ловец снов 2xl и 2xl и ловца снов стронг там просто конструкция разная то есть ловец снов стронг это комбинированный монтаж ловец снов 2xl он с одной монтаж и он как бы у них немножко ловец стронг по длине большой ловец по шире как бы такое но сегодня речь пойдет о ловце снов мини это очень интересный нож для любителей небольших ножей сразу скажу что этот нож я по крайней мере шейником не считаю этот нож на мой взгляд великого для шейника и тяжелова для шейника но повторюсь еще раз я нас нашу обычно наши наш свои ножи как оперативную кобуру и этот нож вполне себе вписывается без каких либо дискомфортных ощущений так сказать по традиции с ножем значит ножны вот такие многоцветные зелено-оранжевый с переходом в черный цветное тиснение ловца снов страховочный хлястик вот так вот реализован подвес то есть это жесткий подвес также можно сделать шейный подвес и страховочный хлястик при открывании никуда не убегает сейчас я думаю что на многих моделях вернем на которых моделях страховочный от хлястик есть я буду что-то подобное делать так значит кожа растительного дубления производства турции профессиональные краски ващеная нить такие можно так ну что по руке ттх я напишу в описании ну в общем вот такой вот он то есть он по длине вроде как не сильно длинный ну сейчас у меня линейки нет под рукой я в описании все напишу ну он такой крепыш вот такой вот друзья мои нож в чем например отличие это не просто уменьшенная копия стандартного ловца здесь нет такой вот ярко выраженные пяточки нет вот ярко выраженного вот этого места то есть он такой как бы более сглаженный по ширине по моему он 36 38 ну что того около того также здесь название а тут марка стали и твердость я его еще не точил значит на этом ноже сталин 690 больстер вот такой вот широкий массивный больстер из латуни десяти миллиметровый проставочка blackwood латунь комбинированный штифт и латунная трубка на на 10 миллиметров на рукояти также использована авторская микарта от брусков очень крутая микарта красивая красивая нож очень ухватистый знаете и вот ну и не так много я их сделал вот этот нож как-то взяв в руки у него естественно вес чуть-чуть добавился из-за вот этого больстера ммм скоро у нас открытие охотничьего сезона уже осенне-зимнего я поймал себя на мысли что я бы хотел этот нож взять на охоту ну не конкретно этот как бы образно естественно именно вот я медуловца основ мини это небольшой довольно таки крепкий нож со всеми необходимыми характеристиками для охотника то есть этим ножом можно разделать ободрать какую-то там добычу допустим да также ну любые хозяйственно бытовые нужды какие то можно этим ножом реализовать ммм где то по моему а в этом как о господи а в дзене выкладываю видео и мне как бы говорят что можно типа сделать с клинком там семь с половиной восемь сантиметров блин парни вот кто так думает ну я не знаю такое ощущение как будто вы вообще ножами не работаете ну блин вот если условно говоря да кто то наверное даже специалист какой-то крутой расплющенным гвоздем может условно говоря там косулю лизать с какого-нибудь разделать ну вот полевых условиях ну длинный нож там с длиной клинка не знаю там больше 120 миллиметров для меня это вообще огромный нож для меня даже больше ста это уже как бы большой нож но он вообще не нужен вот совсем то есть это вот именно такой вот визуально он очень крепко выглядит понятно что это с одной монтаж тут да но это надежный неплохой нож допустим в чем его отличие ну скажем если сравнивать допустим с тем же муравьем или с воробьем да вот ну давайте с муравьем потому что там более ярко выраженная разница у муравья более узкая более узкий клинок даже сейчас если не брать во внимание хват и удержание ножа ну вот сам по себе более узкий клинок на мой взгляд он маневренней да здесь естественно маневренность не такая как на муравье для тех кто подписан в телеграм-канал я выкладывал там видео где я муравьем ну там было три части где муравьем разделывал косулю закрывали лицензию я разделывал там косулю блин ну понятно он маневренный для такой вот ну небольшой добычи это очень ну более чем достаточно такого ножа вот поэтому не знаю для чего нужны клинки там больше 120 миллиметров честно сказать если это допустим не какие-то ножи специально назначает там для филирования или не знаю там для строганина или еще ну что то такое да или там для красивой нарезки каких-то там хлеба помидоров еще чего-то вот все остальное даже на моих вот этих вот дурацких тестах по курице да которая ну тестом очень условно можно назвать это ну там видно же что я даже микробом разделывал курицу спокойно ну практически спокойно то есть при необходимости а таким ножом это можно сделать комфортно то есть без каких-либо вопросов да кстати как всегда ровная но неноминающая но цепкая насечечка в общем все как всегда все друзья мои подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте делитесь своим мнением кстати друзья подписывайтесь в телеграм-канал я там иногда выкладываю то что ну какие-нибудь фотографии в таком лайв формате вот и в общем в связи там с опять слухами по поводу ютуба подписывайся в общем в телегу в ВК все ссылки есть в описании к моему каналу все друзья мои до новых встреч